Здравствуйте, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня мое видео о уходовой косметике, об уходовой натуральной косметике фирмы Шиконат, которая производит, наверное, вот честно не побоюсь этого слова сказать, я тестировала две недели, не побоюсь сказать, на самом деле мне очень и очень понравилось, сожалею, что у нас ее нет, с большим удовольствием, наверное, покупала дальше, пользовалась бы, но можно, конечно, заказать. Я напишу ссылку на сайт, на их магазин, где можно это все приобрести. Что скажу немножко про эту косметику? Фирма Шиконат вообще производит натуральную косметику в основном из шоколада, это какао-бабы, также у нас морские водоросли, применяют они в своих косметических продуктах масла, натуральные масла, натуральные ингредиенты, также есть у них золотая серия и винная серия. Мне прислали эту косметику, я с большим удовольствием, как я уже повторяю, использовался, тестировал две недели, и если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начнем, пожалуй, с масок для тела, которыми я, наверное, воспользовалась сразу, как косметика у меня появилась. Первое, это у нас вот такая замечательная крем-маска, а сразу скажу, что вся продукция была в таких вот миниатюрных, симпатичных баночках, вот такие, с такими закрывашками, и это в таких вот. Я не знаю, как она на самом деле идет у них вот в продаже, наверное, в больших объемах, не знаю. Но вот мне они вот прислали в таком виде. Вот это вот замечательная крем-маска для тела, с таким черным, темно-коричневым цветом, и когда если к ней приглядеться внимательно, то там такие золотые отблески, золотые крапинки. Нужно нанести на тело, как я и сделала, подождать 30-40 минут, и после этого смыть. Маска очень хорошо увлажняет кожу, вот особенно, наверное, зимой это будет для моей сухой кожи что-то непередаваемое. А запах, ой, про запах это вообще отдельный разговор. Это вот шоколад, растопленный на водяной бане, туда добавили еще что-то вкусное. И вот, вообще я люблю шоколадные маски, а тут она такая, вот. Единственное, что мне не понравилось, и как я вам уже сказала, я нанесла ее в ванной, когда принимала ее, и выжидала минут 30, наверное. Но, когда я начала с ней смывать ее, во-первых, она плохо смывается, потому что довольно-таки жирная. Там присутствует масло какао-бобов, и вся ванна у меня покрылась такой пленочкой, которую нужно было отмывать даже, я не знаю, довольно-таки долго. Вообще косметика, как я уже сказала, для салонного применения, и также можно дома применять. Поэтому, скорее всего, это, наверное, салонное применение. Но если постараться, можно и дома, но нужно, чтобы никого дома не было, чтобы никто это не видел. Потому что кожа, как вы знаете, да, цвет такой темный, темно-коричневый. И если вы нанесете, вы будете такой смугляночкой-негритяночкой, ну, что-то подобное. И поэтому нужно делать, когда никого дома нет. Нужно нанести и ходить, чтобы где-то минут 30-40 выдержать. Ну, я, конечно, выдержала где-то 30, наверное, минут. Кожа, на самом деле, очень-очень мягкая, увлажненная, очень понравилась носка, и, как я уже сказала, тяжеловато потом отмывать. Прислали мне также масло-бальзам, шоколадное масло. Вот с этим, конечно, проблем нет. Запах мне очень понравился. Вы знаете, можно вдыхать, сидеть и наслаждаться просто, медитировать, наверное, этим запахом. Запах, запах мне напоминает, наверное, вот такой, какой-то экзотический фрукт. Вот, даже боюсь сказать, какой. Тоже масло какао. Но эту маску можно применять уже и на лицо полностью, и на тело. Тоже также выжидать минут 30-40. Вот примерно так же я и делала. Но еще, что удобно с этим маслом, я делала массаж, баночный массаж попробовала, потому что это масло тоже прекрасно получается. Баночка так скользит, очень-очень хорошо по телу. Ну, очень довольна я этим маслом. Она вообще предназначена, я так поняла, для упругости, для поддержания такого упругого эффекта. Так, следующая маска, это для лица. Это даже не маска, это у нас скраб. Но, вот единственное, наверное, мне не совсем подошел, потому что в этом скрабе находятся косточки черемухи, которые довольно-таки крупные. Ну, я не знаю, тут и одиоз присутствует, такого цвета она. Ну, и также запах мне что-то как-то не очень понравился, я не знаю, не поняла. То есть, вообще, этот скраб, он предназначен для глубокого очищения. Ну, так как она, то есть, так как у меня кожа довольно-таки чувствительная, она мне не подходит. Вообще, здесь, конечно, написано, но нужно читать. Это маска, ой, это скраб для нормальной, жирной и комбинированной кожи. Идеально, наверное, подойдет для жирной кожи, но для вот чувствительной сухой это мне не подошло. Довольно-таки крупные частицы, я боюсь применять такие вещи, чтобы не вызвать дополнительного раздражения кожи лица. Сейчас гель-маска, но она предназначена для нормальной сухой и увядающей кожи, для сухой, у меня сухая кожа, я, конечно, попробовала, тоже довольна. Я не скажу, что я увидела результат за две недели, что кожа там потянулась или что-то, но, по крайней мере, у меня она не вызвала ни аллергии, ни каких-то там побочных действий. Тоже составщик такой, довольно-таки, я бы читать, скажу вам сразу, тут и каланхоя, тут и гранатовый сок, экстракты малины, запах, запах, запах такой, интересный, даже, я не знаю, как передать словами, есть и гранат, есть и малина, есть и как будто бы вино, написано на основе красного вина, скорее всего, оно там и присутствует. Наносила я на лицо, где-то оставляла минут на 20, после этого смывала, тоже очень-очень довольна. Следующий у нас крем-маска, это шоколадно-вишневое облако, маска для лица и для тела, это для сухой, обезвоженной и возрастной кожи. Я не могу сказать, что у меня очень сухая и очень обезвоженная кожа. Так, на лицо я не пробовала, наносила на тело, довольно-таки приятный эффект. Вообще, эта маска предназначена для подтягиваний, для упругости, для вложения кожи. Вот она выглядит. Вообще, все у них маски такого цвета, как будто сами вы сделали. И запах у нее такой шоколад и как будто вот косточки перемолотые. Тоже в полном восторге от этой маски. Но единственное, тут ее мало, 30 грамм всего. Так, следующее у нас пойдет, от этого вообще средства, от этого крема, я тоже в полном восторге. Ну, как я уже сказала, в основном мне они все подошли. Это клубничное мороженое, крем-бальзам. Он мне вообще идеально подошел. Это крем для лица, для шеи, для декольте, для сухой кожи. Вот что мне понравилось в этом креме особенно, я вообще не люблю, когда крем дает такой эффект липкости и жирности. То есть он впитывается практически мгновенно, не оставляет там каких-то таких вот побочных действий. И я не скажу, что он каким-то эффектом, но увлажняет кожу, то, что мне и нужно, увлажняет кожу на ура. Прям очень-очень мне подошел тоже. Ну, как написано, обладает защитными, восстанавливающими свойствами. То есть пользовалась сейчас, вроде как лето, кожа не такая сухая, но нормально. А для зимы, наверное, самый-самый идеальный вариант. По берегу. Так. Потом очень мне понравился это у нас ванильно-сливочный крем-бальзам для рук. Белого цвета, совершенно белого цвета. Мгновенно впитывается в кожу. Кожа мягкая-мягкая становится. Ну, вообще-то уже очень обалденная вещь. Следующее средство, которое я, наверное, испробовала раз пять, тоже очень в большом восторге тем, что оно как работает. Это у нас гель микропилинг Айс Милка, гель-ликер для контура глаз. Вообще, я насчет глаз к таким средствам отношусь очень-очень серьезно, потому что все-таки глаза это зеркало души, нужно, чтобы они сияли, и чтобы кожа вокруг глаз была в таком прекрасном, хорошем состоянии. Проблема в основном у меня такая, что кожа суховатая такая. Если суховатая, то появляются какие-то морщины, какие-то складки неприятные. Вот. После использования вот это все, даже, может быть, зрительно, как-то исчезает. Применяла как? Я наносила его небольшой порцией на кожу вокруг глаз полностью на верхнее веко и на нижнее веко. Оставляла минут на 15 и после этого смывала теплой водичкой. Очень-очень хорошо увлажняет прям кожа. Мягкая, увлажненная. Это мне и нужно было. Насчет того, что убирает морщины, убирает гусиные лапки, за 2 недели, конечно, невозможно этого сказать, потому что нужно все-таки регулярное применение. Буду применять, буду пользоваться. Надеюсь, будет работать. Это такое маслице. Но что мне еще понравилось, то, что оно не вызывает отеков, не вызывает раздражений, покраснений и чего-то такого подобного. Очень и очень довольна. Вот так вот оно выглядит. Была бы она, конечно, в магазинах, я с большим, наверное, удовольствием покупала, но я вам оставлю ссылку под моим видео. Там есть сайт магазина, где можно, конечно, заказать. Вам пришлют то, что вы хотите. Ну, нужно подождать какое-то время. Может быть, конечно, в ваших магазинах эта косметика есть, но у нас, как, наверное, все-таки из-за расположения города, наверное, мы забыла сказать, что эта косметика с Новосибирска. Это довольно-таки далеко от нас, и поэтому у нас ее нет. Поэтому, так что я давно не была в таком вот восторге от такой вот косметики. забыла вам сказать, что эта косметика полностью натуральная, она без всяких синтетических там добавок, без всяких там чего-то такого подобного. Храню я ее, кстати, в холодильнике. Боюсь, что она испортится, потому что натуральная косметика у нас, как правило, портится довольно-таки быстро. за мной в восторге. Спасибо всем за внимание. Я была рада, что вы были сегодня со мной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok